Политбюро ЦК КПСС Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хлопковые дела – это не чисто узбекское такое понятие, это вообще термин, рожденный в прессе и в литературе. На самом деле хлопковые дела расследовались не только в Узбекистане, они расследовались во всех хлопкосеющих республиках – в Туркмении, в Азербайджане, в хлопкосеющих областях Казахстана. Это феномен в целом клановой системы хозяйства Советского Союза. После съезда пройдет два года, и всегда послушная советская пресса неожиданно выплеснет информацию о многомиллионных взятках, которые получают чиновники не только в Узбекистане, но и в Москве. И в сознании народа закрепится мысль – страной правит партийно-хозяйственная мафия. И единственными парцами с ней являются следователи Тельман Гдлян и Николай Иванов. Именно они, по мнению советских людей, раскрутили знаменитое хлопковое дело и тем самым нанесли смертельный удар ОКПСС. Хотя в прессе дела, расследуемые Тельманом Гдляном, получили название хлопковых, на самом деле, ну он и сам это знает, никакими хлопковыми делами он не занимался. Он занимался делами, связанными с коррупцией в партийном, государственном аппарате и в системе Министерства внутренних дел. Что же собой представляло знаменитое хлопковое дело и кто стоял у его истоков? А начиналось расследование одного из самых громких экономических преступлений 20 века с банального эпизода, с попытки дать взятку честному человеку. И произошло это в подмосковном городе Серпухове. В январе 1984 года на ткацко-предельную фабрику города Серпухово поступило 4 пустых товарных вагона из узбекского города Джизак. По накладным в этих вагонах числился хлопок-сырец. Сопровождали груз 3 человека. Главный среди них директор Джизакского хлопкоочистительного завода. Через пару дней в управление КГБ по Московской области пришел главный инженер Серпуховского комбината. Он сообщил, что приезжие из Узбекистана люди просят оформить пустые вагоны, как заполненные хлопком. За это ему предложена очень крупная взятка – 40 тысяч рублей. За эти деньги можно было купить 4 хороших кооперативных квартиры в Москве, а по уголовному кодексу получить смертный приговор. Незадачливых взяткодателей арестовались по личным. При обыске в их гостиничном номере изъяли еще 300 тысяч рублей. Тут же из Москвы было дано поручение узбекским чекистам провести следственные действия в Джизаке. Тогда мы в Джизакской области провели 4, как мне помнится, обыска. В общей сумме, я помню тогда, деньгами и облигациями было обнаружено и изъято около полутора миллионов рублей. Сам лично я помню тогда коробка из-под печенья, битком была набита вот этими облигациями. И несколько килограммов ювелирных изделий из золота, с драгоценными камнями и так далее. Но откуда в дотационном Узбекистане могли взяться подпольные миллионеры, которых не было даже в Москве? Пытаясь ответить на этот вопрос, чекисты вышли на целую систему хищения средств из государственного бюджета. И в основе ее лежал хлопок. Точнее, приписки в хлопко-очистительной промышленности. Причастными к хищениям оказались сотни, тысячи людей по всему Советскому Союзу. Часть денег, безусловно, она уходила за пределы Узбекистана. Она уходила и в Москву, и в Иваново. Вы понимаете, что такое приписки хлопка? Это не просто взяли и приписали, вот там цифру одну поменяли на другую. Это же целая система. Для этого нужно было привлечь и те предприятия, которые перерабатывали хлопок. А, как правило, часть хлопка, большую часть перерабатывалась в Российской Федерации. Именно поэтому расследование дела о приписках хлопка было передано в прокуратуру СССР. И очень скоро эпизод со взяткой на Серпуховской фабрике превратился в 800 уголовных дел, возбужденных в Узбекистане. Чтобы выяснить объемы хищений государственных средств, перечисленных в республику за хлопок, к расследованию привлекли целый научно-исследовательский институт. За точку отчета взяли период с 1978 по 1984 год. Когда ученые подвели итоги, высшее руководство страны схватилось за головы. Ущерб стране, прежде всего Узбекистану, оценивался порядка 10 миллиардов рублей. Я еще раз говорю, вот за этот короткий промежуток времени. Экономисты подсчитали, что из денег, которые 10 миллиардов, примерно 5-6 миллиардов, ну от 4 до 6, это деньги, которые были изъяты, живьем, как мы говорим, и расхищены, присвоены. Поэтому, а вы помните, что такое рубль в 1984, или 83, или 85 году? Это 0,63 примерно американского доллара, то есть 10 миллиардов. Это порядка 12-13 миллиардов долларов. Узбекистан 1986 года напоминает кипящий котел. Те же базары, пыльные улицы в маленьких городках, зеленые виноградники, хлопковые поля с работающими на них крестьянами. Но в каждом доме, в каждой чайхане люди обсуждают невероятные события. Уже три года, как в республике, активно работают следователи Генеральной прокуратуры СССР. Шерстят все. Милицию, торговлю, совхозы, министерства и даже партийный аппарат. В тот период, наверное, на одном квадратном метре площади Узбекистана, было по одному следователю, не меньше, в таком объеме велось следствие. Следственные изоляторы переполнены обвиняемыми в приписках хлопка, в хозяйственных преступлениях, во взяточничестве. Арестованы самые известные и влиятельные в Узбекистане люди. Министры мелиорации и хлопкоочистительной промышленности. Секретари обкомов, райкомов партии, высокопоставленные чины из МВД и даже сотрудники Центрального комитета партии. Чтобы спасти себя от расстрела, они дают показания друг на друга, изобличают в подхолинстве и подлости, рассказывают о существующих и несуществующих взятках. Я ему давал взятки. Он сам требовал. Когда я в Москву приезжал, видимо, он москвичам дарил. Я давал 400 тысяч рублей. Ему лишнее. Сказал, жена не говорит. Он сказал. Я давал Москве. Когда человек звонит, я еду в Москву. Уже это понятно? Условный знак. Я ему в Москве давал 400 тысяч рублей. За один раз или за ним? За четыре раза. По 100 тысяч рублей. А жене его давал 350 тысяч рублей. Всего 750 тысяч рублей и отдавал семье Рашидова. Вдруг выясняется, что все экономические отчеты республики липовые. Все кадровые назначения осуществляются за деньги. Чуть ли не вся жизнь республики построена на взятках. И виной тому хлопок и Рашидов. А ведь еще несколько лет назад невозможно было даже представить, что авторитет Шарафа Рашидова поставят под сомнение. Чинопочитание в ментальности узбекского народа формировалось столетиями. Никакая советская власть не смогла изменить устоев. Дед, отец, старший сын, младший сын, жена, дочь, невестка. Каждый в семье знал свое место. То же самое и на государственном уровне. Рашидов безраздельно правил республикой 24 года. При нем выросло целое поколение. Ничего удивительного, что в Узбекистане он воспринимался как отец народа. С его именем связано и само строительство Большого узбекского дома. Чтобы понять, как формировался его авторитет, нужно вернуться на два десятилетия назад, когда Ташкент пережил страшное землетрясение. В ночь на 26 апреля 1966 года ночные толчки практически разрушили старые постройки. Если бы эпицентр находился чуть ближе к центру города, то жертвы исчислялись бы десятками тысяч. Уже на следующее утро ташкентцы с изумлением наблюдали, как по разрушенным улицам двигался кортеж машин. В республику в тот день прилетел не только глава правительства, но и сам первый секретарь Леонид Брежнев. Уже через неделю после землетрясения в Ташкент стали прибывать со всей страны эшелоны со строительными материалами, техникой, рабочими. Советские люди, особенно молодежь, с энтузиазмом ехали восстанавливать столицу Узбекистана. За короткий срок Ташкент был отстроен практически заново. В память о дружбе народов СССР городские кварталы назвали именами советских республик. Люди, получая новые квартиры в кварталах Украины, Белоруссии, Армении, Грузии или России, связывали свою радость именно с именем Рашидова. Естественно, ни для кого не было секретом, в том числе и на обывательском уровне, у простых людей, как говорится, что это заслуга руководству республики. Не только страны, но и республики. И в том числе, естественно, руководителю республики Рашидова, Шараф Рашидовича. За то время, пока Рашидов руководил республикой, Ташкент преобразился. Из обычного среднеазиатского города он превратился в жемчужину Востока. Тот индустриально-промышленный комплекс, которым сегодня располагает Узбекистан, тоже был в значительной мере создан при Рашидове. Именно при нем были освоены урановые и золотые месторождения пустыни Кызылкум. Именно при Рашидове вокруг шахт, прорытых в адских условиях безводной пустыни, были построены горно-металлургические комбинаты и города. Наваи, Учкудук, Заравшан, десятки других населенных пунктов. Сколько человеческих жизней было загублено в той пустыне, на урановых рудниках, неизвестны и по сей день. Но уран, золото и другие редкоземельные металлы стали козырной картой республики, бюджет которой в значительной мере формировался за счет дотации центра. И все же главным богатством Узбекистана в эти годы было белое золото. Хлопок не зря называют белым золотом. Это стратегическое сырье для СССР, и значительная часть его закупается за границей. Из него изготавливают не только медицинскую вату и постельное белье. В огромных количествах он требуется Министерству обороны. Для Узбекистана хлопок – главный источник дохода республики. Две трети населения заняты на его производстве. Но важно не только это. Хлопок – это авторитет республики и ее руководителя Шарафа Рашидова. В 60-70-х годах, благодаря крупным инвестициям из союзного бюджета, в республике строятся каналы и водохранилища. Развивается поливное земледелие, позволившее значительно повысить урожай хлопка. Правда, мелиорация привела к тяжелым экологическим последствиям. Пересохло Аральское море. Значительные территории подверглись засолению и пришли в негодность. Но об этом в те годы говорить было не принято. 1974 год выдался очень урожайным. Республика отчитывается перед партией и правительством о сдаче 5 миллионов тонн хлопка сырца. Это почти в полтора раза больше, чем за предыдущие годы. Узбекистану приковано внимание всей страны. Деньги, награды, почести сыплются, как из рога изобилия. Шараф Рашидов получает звание Героя социалистического труда. Теперь авторитет его в Узбекистане и в Москве непререкаем. Он не был выходцем из партийной среды. После окончания джизакского педагогического техникума работал учителем в школе. Перед войной закончил филологический факультет Государственного университета в Самарканде. Ушел на фронт политурком. В 1942-м, вернувшись в республику после ранения, работал в газете. Дальше в биографии Рашидова начинаются сплошные загадки. В 1949-м году он возглавил Союз писателей Узбекистана, хотя опубликовал к этому времени всего один сборник стихов. А уже через год становится председателем Президиума Верховного Совета Узбекской ССР. В 1959-м году он уже во главе Компартии Республики. Но как ни старайтесь, вы ничего не найдете в архивах о причинах столь стремительного роста Шарафа Рашидова. Он был единственным из национальных лидеров, умудрившимся продержаться на вершине власти четверть века. А ведь даже в советское время в Узбекистане не прекращалась клановая борьба. Но Рашидову удавалось найти подход к руководителям государства. И к Хрущеву, и к Брежневу. Он постоянно подогревал их интерес к делам республики. Третьего февраля 1976 года с трибуны партийного съезда первый секретарь Компартии Узбекистана поставил перед республикой невероятную задачу. В десятой пятилетке мы должны перекрыть прошлые рекорды. Мы должны ежегодно сдавать государству не менее пяти миллионов тонн. И к 1983 году выйти на шесть миллионов. Сал ответил громом аплодисментов. Такое обещание Шараф Рашидов дал самому Брежневу. Мог ли знать тогда узбекский лидер, чем обернется это его непродуманное решение для республики? Какую роковую роль сыграет оно в судьбе миллионов людей и в его собственной судьбе? Что подтолкнуло его к явной авантюре? Партийная дисциплина? Жажда новых наград и почестей? Или стремление занять место в составе высшего органа власти? Стать, наконец-то, членом политбюро ЦК КПСС? Было бы несправедливо Рашидова, одного Рашидова, а тем более он покойный, обвинять в этих грехах. Почему? Потому что приписки и искажения в отчетности по выполнению всяких там народно-хозяйственных планов, они существовали в Советском Союзе повсеместно. И это надо признать. Как бы то ни было, но именно с этого времени в погоне за нереальными цифрами в республике, по сути, узаконят беспредел власти над населением. Именно с этого времени из государственного бюджета в Узбекистан в оплату за хлопок потекут шальные неучтенные деньги. Миллиарды рублей неучтенных денег. И все, кто получит к ним доступ, будто сойдут с ума, превращаясь в преступников. И настоящая организованная преступность СССР тоже родится именно в Узбекистане, питаясь ворованными хлопковыми деньгами. Почему в Узбекистане появились первые в Советском Союзе банды? Почему там возродилась профессиональная преступность? Потому что на хлопковые деньги, а это я подчеркиваю миллиарды долларов, миллиарды рублей, слетелись воры в законе, все преступные группы со всего Советского Союза. Со всего Советского Союза. Они получали информацию. Они знали, кто, сколько из-за моей денег, кто когда получил. Если бы тогда, в 76-м году, центральная власть поставила под сомнение рашидовское обещание. Ведь Брежнев наверняка знал, что Узбекистану такие обязательства не по силам. Но высшему партийному руководству страны гораздо приятнее и важнее были пусть липовые, но победные реляции. Он делал то, что от него ожидали в Москве. По большому счету, можно было бы так. Не будь Рашидов, будь там другой руководитель, он делал бы то же самое. В противном случае он бы и не оставался бы на месте. С февраля 76-го года в республике началась массированная пропагандистская кампания. Даешь ежегодно 6 миллионов тонн белого золота. О повышенных обязательствах, взятых на себя Узбекистаном, узнала вся страна. Эта задача была нереальная абсолютно. Ни по площадям, ни по производительности, ни по тем техническим средствам, которые можно было использовать на полях Узбекистана. И даже не по рабочей стиле, которую Узбекистан обладал. Из протокола допроса бывшего председателя Совета министров Узбекской СССР Худейбердеева. Рашидов легко давал обещания на различных уровнях. А когда доходило до выполнения данных обязательств, он вызывал исполнителей и требовал исполнения, не интересуясь, могут ли они быть выполнены и как. Покупая в магазинах ситчик по рубль 40 за метр, граждане СССР представляли крестьян, выращивающих хлопок, исключительно по киножурналам «Новости дня». Веселые, в красивых цветастых халатах и кюбетейках они плыли на своих причудливых комбайнах по Белому полю. Но это было в кино. В жизни все было иначе. В период полевых работ закрывались школы, институты и большинство учреждений. Население республики чуть ли не поголовно засылалось на хлопок. Миллионы людей выходили на поля и вручную, забесплатно обрывали коробочки с белым волокном. Хлопковое поле уравнивало всех. Докторов наук и дворников, седовласых аксакалов и детей. ЦК Республики мало волновало то обстоятельство, что на полях используется детский труд. И маленькие рабы дышат воздухом, зараженным гербицидами и ядовитыми веществами, ускоряющими высыхание листьев хлопка. Рост числа онкологических заболеваний в Узбекистане становился печальной нормой. Земля тоже медленно погибала, измученная монокультурой. Партия же требовала все больше и больше хлопка сырца, любой ценой. Были такие совершенно одиозные случаи, которые, можно сказать, иллюстрируют вот эту цель, которая была поставлена перед республикой. Например, в сезон сбора хлопка, если машина следует по территории, на которой выращивается хлопок, могли, например, работники милиции или работники райкома или местных органов власти остановить машину, высадить всех пассажиров, послать их на поле и заставить собрать там определенное количество хлопка сырца. Собрал свое, сдал, садись, едет дальше. Пожалуй, самым показательным примером жизни Узбекистана того периода было папское агропредприятие и его лидер Ахмаджон Адылов. Герой социалистического труда, делегат всевозможных съездов и партийных форумов, депутат Верховного Совета СССР, воспетый советской прессой как легенда Востока. А в реальной жизни Адылов был настоящим тираном, которого боялась вся Ферганская долина. Да что там долина? С Адыловым старался не ссориться сам Рашидов. Это фрагменты из фильма, снятого нашими узбекскими коллегами в 88-м году, уже после ареста знаменитого директора. Раньше люди просто боялись что-либо рассказывать о нем. Слишком много было примеров того, как бесследно исчезали непослушные Адылову или как превращались в коллег. Меня схватили за руки, за ноги и бросили в кузов машину. И что потом? В конторе нас построили перед Адыловым. Он говорит, это моя добыча, это моя добыча. И бил меня камчой по спине. Еще он сказал, надо было мать привезти вместе с дочерью. Они ответили, мать бы не смогли привезти. Привезли нас в контору. А в конторе на столе лежали ножи и плетки. Что было потом? Я плакала. Я тогда учился в шестом классе, была маленькая. Покажите, как вас били. По спине. Там остались следы. У меня были длинные волосы, ему не понравилось. Велел постричься. Уже разрешил разойтись. Но вдруг меня остановил и своим ножом под самый корень отрезал плок волос. С кожей вместе. Из головы у меня брызнула кровь. Шрам остался? Да. Вот здесь. Приказы директора выполнялись безоговорочно. Скажет собрать хлопок из-под снега? Соберут. Скажет работать бесплатно? Будут. В хозяйстве Аделова были своя тюрьма и свои вооруженные бойцы, готовые исполнить любую его волю. А еще хитрый и могущественный директор копил капромат на всех, кому давал взятки. Для Рашидова он был незаменимым помощником и в получении почестей, и в случаях, когда требовалось разобраться с неугодными. В 1984 году, когда против Аделова наконец-то возбудили уголовное дело, следователь при обыске обнаружил в его сейфе журнал с именами сотен людей из России и Узбекистана. Были среди них и очень в то время известные. Против многих имен стояла буква П. За следователем и журналом была организована настоящая охота. Руководство ее велось прямо из ЦК Компартии Узбекистана. По указанию министра внутренних дел ГАИ перекрыло все дороги. Следователю, меняя машины, пришлось уходить полями и за две минуты до взлета вбежать в самолет, летящий в Ташкент. Там в прокуратуре и расшифровали эту загадочную букву П. Она обозначала узбекское слово Пора. Взятка. Арестованный Адылов выдал лишь один из своих тайников на сумму 150 тысяч рублей. Но при этом заявил, что якобы это деньги партии, которые он хранил по указанию Рашидова. К тому времени Рашидов был уже в могиле и валить на него можно было все. Но вернемся на несколько лет назад. Уже через год после того, как Рашидов пообещал партии и правительству ежегодно сдавать больше 5 миллионов тонн хлопка, стало понятно, что республике выполнить такое обещание не по силам. Производить больше 4 миллионов земля не могла. Но сказать об этом открыто Рашидов не решался. Он просто боялся. Боялся потерять должность, а с ней власть. С этого времени во все планы и отчетные ведомости от узбекского совхоза и до московских министерств хлопок просто стали приписывать. Ну можно, скажем, там 2% приписать, можно там 3% приписать. 1 миллион, полмиллиарда в год, 5 миллиардов за 7-8 лет приписать и спокойно жить и считать себя коммунистом, это не совместило. Механизм был прост. Республиканские органы власти спускали план приписок в область, те в районы, оттуда в совхозы. Чтобы приписки явно не бросались в глаза, химичили на приемных пунктах. Засовывали камни в машины с хлопком или отправляли людей в дождь собирать коробочки. Мокрый хлопок весит больше. Не важно, что сырец будет последнего, шестого сорта и почти ни на что не пригоден. Все шло в отчеты. Мне помнится, например, из уголовного дела один такой одиозный случай, когда один из работников этого хлопка заготовительного пункта отказался прямо на весовой приписывать те цифры, которые диктовали ему работники райкома. Тогда его буквально за шиворот выволокли из этого помещения пункта, подтащили к весам и, понуждая его кулаками и ногами, заставили взвесить и тут же в ведомости указать нереальный вес этой продукции, а тот вес, который нужен был для того, чтобы он соответствовал отчетам. Но чем больше хлопка по документам сдавала республика, тем меньше качественной хлопковой продукции видели советские граждане. В начале 80-х в магазинах уже невозможно было купить обычное постельное белье. Детские пеленки продавали по карточкам, а марлю и вату вынужденно воровали в больницах. А то, что можно было купить, просто не соответствовало стандартам качества. Из материалов уголовного дела прокуратуры СССР установлены преступные связи хлопко-очистительных заводов Джизакского, Бухарского, Самаркандского и других с ватными фабриками Рязанской и Воронежских областей, Уфимским хлопчатобумажным комбинатом, Челябинской фабрикой напольных покрытий, объединением куйбышев мебель-быт и множеством других предприятий, которые из-за взятки принимали побочную хлопковую продукцию отходы под видом хлопка шестого сорта. Высококачественный хлопок Советский Союз по-прежнему вынужден был закупать за границей. Ну потом эти дела, такие же дела, но не в таких масштабах, в растении водстве, шелководстве, мы столкнулись, в животноводстве, когда молоко приписывалось, когда шелкопряд приписывался. Вы понимаете? Деньги начислялись, они изымались из казны государственной, они разворовывались, они закапывались. За несуществующий хлопок в республику перечислялись миллиарды рублей. Там деньги распределялись по предприятиям и колхозам. Каждый бригадир, каждый рабочий расписывался в ведомости за получение денег. Тем, кто надрывался на хлопковых полях, перепадали лишь копейки официальной заработной платы, а детям и горожанам вовсе ничего. Считалось, что они трудятся на благо Родины. Какого вы года рождения? 1971. Сейчас вы учитесь в школе? Да. В какой школе? В 38-й. В каком классе? В 8-м. Сейчас мы покажем вам ведомости, в которых вам выписаны деньги. Вот, в 24-й строке. Вы получали эти деньги? Нет. Весь ужас ситуации заключался в том, что десятки тысяч людей от рядовых совхозных бригадиров и бухгалтеров оказались втянуты в преступные схемы. Работники совхоза имени Ахмаджана Курбанова в 82-м, 83-х годах создали преступную группу, занимались приписками, за счет которых присваивали крупные государственные средства. Часть денег ими присваивалась, а другая часть шла работникам приемных пунктов для получения накладных о якобы сданном хлопке. Тенглашев Абдурахим, согласно статье 119-й Прим. Уголовного кодекса Узбекская ССР, заслуживает лишения свободы на 15 лет в исправительно-трудовой колонии усиленного режима. Я стал преступником и теперь сижу на скамье подсудимых. У меня семья, 8 детей. Старший служит в советской армии. Остальные несовершеннолетние учатся в школе. Младшему 4 года. Супруга моя по состоянию здоровья нетрудоспособна. Раньше я работал честно. Не знал таких дел и не совершал преступления. Но чтобы система приписок работала бесперебойно, нужно было платить и сотрудникам правоохранительных органов, и московским чиновникам, которые утверждали липовые отчеты. В современной России эту систему взяточничества назовут откатом. Узбеков считали гостеприимными людьми, гостеприимным народом. Это гостеприимство уже, значит, когда перешло, значит, границы, стали подарками уже, значит, дополнительными. Дополнительными подарками, а потом, значит, драгоценными вещами. И в конце концов, значит, если вещей нет, уже, значит, деньгами начали, значит, давать. Многие работники советских партийных органов уже, значит, как бы говоря, привыкли к этому, значит, случаю. В марте 82-го года генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев посещает республику, чтобы вручить орден Ленин за рекордные сборы хлопка. Более 6 миллионов тонн. Шараф Рашидов получает вторую звезду героя. И никому из присутствующих в тот день было невдомек, что эти победные реляции последние. Через полгода не станет Брежнева, а еще через год и Рашидова. В Москву из республики пачками шли жалобы на произвол властей, на мордобойчинему милиции, на взяточничество, на незаконное преследование тех, кто выступал с критикой. Но столица страны советов хранила молчание. Так продолжалось до 1983 года. Но теперь Брежнева нет. Сменивший его на посту главы государства Юрий Андропов настроен решительно. Он уже объявил войну коррупции и всем тем, кто прикрывал свою преступную деятельность именем бывшего лидера государства. Начало 1983 года не сулит для Рашидова ничего хорошего. Андропов занимается кадровой перестановкой в регионах и в аппарате Центрального комитета партии. В Узбекистане уже вовсю работают сотрудники КГБ СССР. За взятки арестовано несколько десятков милиционеров и чиновников. Как умеет копать это ведомство, Рашидов хорошо знает. Следы взяток непременно выведут наверх. В июне 1983 года узбекского лидера вызывает на беседу заведующий орготделом ЦК КПСС Егор Лигачев. Он дает понять, что беседу санкционировал сам Андропов. До этого на пленуме ЦК КПСС Рашидов произнес покаянную речь и заверил партию, что трудящиеся республики не пожалеют сил в борьбе с нарушениями соцзаконности. После беседы с Лигачевым Рашидов прожил еще три месяца. Он не мог не понимать, что активность прокуратуры и КГБ в республике не случайны. Миллиарды, полученные на приписках хлопкой, расхищенные, висят над ним дамокловым мечом. Но искоренить коррупцию в своей республике он уже не в состоянии. Все зашло слишком далеко. Кто автор Рашидов? Это что? Это учить людей, каким путем? Путем приписок заготавливает хлопок. Я считаю, это дурно. Вот это дура, дурной пример говорит заразителям. Мы заразились, от нас требовали. Мы пошли по этому пути. Поэтому и мы являемся жертвами Рашидовщины, Осмохозяевщины и Осетровщины. Осенью 83-го года Андропов несколько раз звонил Рашидову. Интересовался, как идет уборка урожая. И сдаст ли республика в этом году пусть не 6, а хотя бы 5 миллионов тонн хлопка. Рашидов объезжает все районы, проводит совещания. Но заниматься приписками на сей раз люди опасаются. Всем известно, новый глава государства за это по голове не погладит и медали не повесит. 31 октября 83-го года во время поездки по сельским районам Рашидов скончался. Его смерть до сих пор окутана тайной. По данным официального органа партии «Известий» ЦК КПСС, кандидат в члены политбюро, первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана, покончил жизнь самоубийством. Многие в Узбекистане уверены, что он выпил яд на дачу секретаря Каракалпакского обкома партии. По другим данным, он умер от инфаркта. Причем разнятся данные и о месте его смерти. Одни утверждают, что он умер на хлопковом поле, другие, что в поезде, третьи говорят, на даче. Но смерть его уже не могла остановить все разрастающегося расследования хлопковых дел. В 84-м году были арестованы министр хлопкоочистительной промышленности Узбекистана Вахабджан Усманов и 13 его подчиненных, вся коллегия министерства. В августе 86-го Усманова расстреляли. В Москве арестован начальник управления хлопкоочистительной промышленности Министерства легкой промышленности СССР. Похищенные миллионы он хранил в могиле своей тещи на Покровском кладбище. Через год на скамье подсудимых оказался и министр хлопкоочистительной промышленности Азербайджана, затем Туркмении. В тюрьме окажется и сменивший Рашидова на посту лидера республики Усман Хаджаев. Тот самый, что обличал Рашидова с трибуны 27-го съезда. Но даже после того, как многих посадили, в отрасли ничего не изменилось. Приписки и хищения хлопка продолжались. Ну, надо понимать, что это была система, в которой все было взаимосвязано. Нельзя так представлять, что вот корень зла заключался в конкретных лицах. Мы прямо писали в обвинительном заключении, что это была целая система, которая воспроизводила себя постоянно, ежечасно и буквально в каждом действии. То есть взятки в определенном смысле в данном случае были тем двигателем, который позволял компенсировать недостатки плановой системы хозяйства. По предварительным данным прокуратуры Узбекистана, на 1985 год в республике насчитывалось более 200 подпольных миллионеров. Не имея возможности в советское время положить украденные деньги в банк, положить в недвижимость или просто потратить, они приобретали золото и взрывали его в землю. Но куда делись деньги Рашидова? В период перестройки и гласности чуть ли не вся страна жаждала получить ответ на этот вопрос. Олег Гайданов с 1984 по 1989 годы был первым заместителем генерального прокурора Узбекской ССР. Он хорошо помнит, как через два месяца после 27-го съезда КПСС, ничего не объясняя, его срочно вызвали к первому секретарю ЦК Компартии Республики Усман Хаджаеву. Число приглашенных на секретное совещание было ограниченным. Среди них высшие чины КГБ и военного округа. Вскоре выяснилась и причина повышенной секретности. Из Москвы пришло указание провести спецоперацию по эксгумации тела бывшего первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана Шарафа Рашидова. Это было и для меня достаточно неожиданно. Вызывают в ЦК к руководству в Ташкенте. И показывают, вот получено из Москвы постановление совершенно секретное о том, что ЦК КПСС и Совет Министров Союза СССР приняли решение об отмене ранее принятого решения 1984 года об установлении, ну, о почестях всех Рашидову. Старое постановление 1984 года гласило, что за особые заслуги перед государством память бывшего первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана дважды героя социалистического труда Шарафа Рашидова должна быть увековечена памятником в Ташкенте и на родине усопшего в городе Джизаки. И вот теперь, спустя два года, это постановление отменено. Предстояло перезахоронить Рашидова и демонтировать установленные памятники. Это вот так, просто так сказать сейчас. Тогда же это совершенно была драматическая ситуация. Тем более, я подчеркиваю, это было через два года после захоронения. Рашидов, несмотря на весь шум, который в мире, особенно в Союзе, был поднят вокруг дел в Узбекистане, пользуется по-прежнему очень большим уважением. Его люди, воспитанные им, как бы поддержанные им, выписанные им, они находились у власти. Они находились у власти. И вот проводить это мероприятие было очень неплостно. На подобную операцию советские власти решились лишь однажды, когда, развенчивая культ вождя народов Иосифа Сталина, его гроб вынесли под покровом ночи из Мавзолея, а по всей стране снесли многочисленные памятники. Но в 86-м году была еще одна проблема, которую Политбюро ЦК КПСС поставило перед прокуратурой и узбекским КГБ. Установить на самом ли деле в могиле на центральной площади Ташкента похоронен именно Шараф Рашидов. Конечно, все присутствующие в кабинете помнили пышные похороны в первых числах ноября 83-го года, когда гроб с телом узбекского лидера был доставлен на лафете к вырытой в сквере могиле. Хроника запечатлела, как гроб опустили под скорбный плач тысяч людей. Потом уже без телекамеры в могилу спустились муллы, достали тело из гроба и завернули его по мусульманскому обычаю в белоснежный саван. Но почему тогда столь упорны слухи о том, что в могиле не Рашидов, а его двойник? А Рашидов якобы скрылся с миллионами, награбленными у народа. С учетом того, что к этому моменту очень много муссировалось разных слухов о Рашидове, о миллионах его, золоте его, о том, что он не умер и прочее, эти слухи не просто муссировались, а эти версии излагались в печати всего мира. Руководством было принято решение проверить эти слухи одновременно с этой процедурой. К сожалению. А что значит проверить? Это значит, нужно было привлечь экспертов, врачей. По существу провести медицинскую экспертизу. И для этого были подобраны соответствующие специалисты, очень высокого класса, тем более это происходило ночью. Были специальные военные лаборатории медицинские, к этому месту доставлены. Я так представляю, что даже были судебные медики из Москвы, кроме ташкентских. Утром 21 мая в Кремль ушла информация, подтверждающая, что на центральной площади Ташкента действительно был захоронен именно Шараф Рашидов. Никакого золота и драгоценностей в могиле не обнаружено. Когда город проснулся, на центральной площади уже не было и следа ночной операции. Земля в сквере казалась нетронутой. Погребальный камень лежал на месте. Не было под ним лишь самих останков Шарафа Рашидова. Еще ночью их перевезли на родину покойного в Джизак. А тайна существования рашидовских миллионов так и осталась тайной, вокруг которой и по сей день гуляет множество слухов. Из докладной записки в ЦК КПСС, направленной прокуратурой Узбекистана. На конец 1988 года закончено расследованием 805 дел, связанных с системой хищений в хлопковой отрасли. Выявлено свыше 18 тысяч человек, причастных к этой категории дел. К уголовной ответственности привлечено 4,5 тысячи. Остальные 13 тысяч, бригадиры и бухгалтеры, начальники отделений и цехов освобождены от уголовной ответственности с учетом применения к ним мер общественного и партийного воздействия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok